Эту историю, которая может дать простор самому буйному воображению, поведал мне Владимир Михайлович Котельников, бывший инженер-энергетик, побывавший по роду своей профессии в самых экзотических уголках некогда единой страны. Я не добавил к его воспоминаниям ни слова, напротив, опустил для краткости слишком уж живописные детали. Вот рассказ человека, заслуживающего доверия. Между Каспием и Оралом раскинулась плата у стюрт, гигантский каменисто-гипсовый стол, готовая декорация для киносъемок фантастических фильмов о безжизненных планетах. По сравнению с пейзажами этой местности, лежащей по соседству знаменитой пустыни Каракум и Кызылкум, воистину райский сад. Ни одного деревца во все стороны, до самого горизонта. Ни одной птицы в белесом от зноя небе. Ни одного оазиса. Ни одного ручейка или колодца на всем необъятном пространстве. Это и есть плата у стюрт. Край, абсолютно не приспособленный для проживания человека. Но на рубеже 70-х годов прошлого века здесь кипела работа. Через у стюрт прокладывали две ветки магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр», а также железную дорогу на Бейнео и Гурьев. Строили и сопутствующие объекты, в том числе высоковольтные линии электропередач. В сооружении одной из этих лэб мне и пришлось участвовать, в качестве начинающего прораба. Трасса тянулась параллельно полотну только что построенной железной дороги, по которой пока передвигались только пробные составы. У железки располагался наш небольшой лагерь. До ближайшего очага цивилизации, одноэтажно-глиняного городка Кунград, приткнувшегося к восточной оконечности сурового плата, было около 150 километров. И никакого другого жилья. Даже признаков жилья на всем этом пути. Ежедневно из Кунграда на трех-четырех грузовиках с прицепами нам привозили бетонные стволы и металлическую оснастку для будущих опор лэб. Водители разгружались на трассе и тут же уезжали обратно. Я на всю жизнь запомнил одного из них. Звали его Джура Ашуров. Это был усатый восточный мужчина лет сорока. Добросовестный и надежный работник, обремененный, как и все его сверстники-соплеменники, многочисленным семейством, но не утративший при этом веселого нрава. Доставив однажды на трассу обычный груз, Ашуров передал мне, что начальник участка срочно вызывает меня на базу. Пока я собирался, Ашуров поехал на разгрузку. С трассы он вернулся только через пару часов. Объяснил, сломался кран. И пришлось ждать, пока тот починит. Впрочем, непредвиденная задержка не могла помешать нашим планам. Солнце стояло еще высоко, а ходу до Кунграда было около трех часов. Я сел в кабину, и мы тронулись в путь. Вскоре железная дорога скрылась за грядой невысоких холмов. Впереди лежали такыры, ровные как стол участки поверхности, выжженные солнцем добило и покрытые бесконечной паутиной трещин. Казалось бы, гони по текыру, будто по асфальту, благо светофоров нет на сотни километров вокруг. Но штука в том, что под плотной верхней коркой текыра залегают глыбы рыхлой породы. Если грузовик пробьет своей тяжестью корку, то нижние слои мгновенно превращаются в невесомую мельчайшую пыль, текучую, как вода. Машина резко теряет скорость, а лихорадочные попытки вырваться из нежданного плена заканчиваются лишь тем, что вокруг автомобиля образуется целое озеро пыли. Так называемый пухляк. Лишь очень опытный водитель может выбраться из пухляка без посторонней помощи. Видя впереди ловушку в виде пухляка, каждый водитель объезжает ее по дуге. Но пухляк, словно затаившийся хищник, быстро пожирает эту новую колею. Следующий водитель должен объезжать расширившийся пухляк по еще более крутой дуге, которая, в свою очередь, тоже становится добычей пухляка. Таким образом, участки текыров, по которым тяжелые машины регулярно перевозили многомерные грузы, были буквально изъедены пятнами пухляков ловушек. Их объезд в чем-то напоминал слалом. Требовал от водителя зоркости и хладнокровие и не позволял газовать, как хотелось бы. Благодаря опытности Ашурова мы аккуратно миновали это минное поле и уже выехали на более надежный каменистый участок. Но тут в задний баллон воткнулся неведомо кем потерянный штырь. Пришлось ставить запаску. Я рассказываю эти подробности для того, чтобы стало ясно. Наступление темноты мы встретили на устьюрте не по доброй воле. Ночь в этих краях наступает быстро, темная, как черный бархат. И такая густая, что ничего не различаешь в двух шагах, хотя над головой светят крупные звезды. Так и рысы с их пухляками закончились. И Ашуров уверенно гнал вперед. Добродушно было Гуря по своей привычке. Причин волноваться у нас не было. Мы уже проехали две трети пути. И вот-вот должны были показаться красные огни Конградской вышки, которые горели всю ночь. И точно. Минут через десять далеко впереди проблеснули две красные точки, словно парившие в воздухе. Я задремал. Открыв через какое-то время глаза, снова увидел красные точки, которые по-прежнему горели так далеко впереди, словно бы мы и не приблизились к ним. Я перевел взгляд на водителя, поразившись произошедшей с ним перемене. Наклонившись вперед и судорожно вцепившись в руль, он всматривался в ночь с таким страхом, будто ожидал появления чего-то ужасного. «Джура!» — окликнул его я. «Что случилось? Почему такой невеселый-то? Ведь скоро своих детей увидишь!» Он вздрогнул и воскликнул негромко, не оборачиваясь. «Не шути так, мастер. Шайтан нас водит». Я ничего не понимал. «Джура, какая муха тебя укусила!» Он вдруг вскрикнул и резко затормозил. И тут впервые в жизни я увидел, как у человека поднимаются дыбом волосы на голове. «Город мертвых!» прошептал он и добавил еще какое-то звучное слово, которое не удержалось в моей памяти. Я посмотрел туда же, куда смотрел он. В свете фар. Прямо перед нами поднимался глинопитный поселок. Глухие стены без единого окна. Арки, ворота, узкие звилистые улочки. Над каждым строением поднимался высокий шест с привязанными к нему полосками ткани. Только тут я сообразил, что это мазары, крабницы, а все вместе – местное кладбище. Оно целиком занимало весь холм и, судя по всему, содержалось в образцовом порядке. Однако кладбище в безлюдной местности на Устюрте откуда? А красные огонечки по-прежнему горели далеко-далеко. Впавший в транс Ашуров что-то нашептывал по-своему. Его жесткие черные волосы торчали вверх, как наэлектризованные. У меня появилось ощущение, что я нахожусь во власти какой-то неведомой силы, которая бесцеремонно изучает мои мысли. Я все видел и слышал, но ничего не мог поделать. Время словно остановилось. Вдруг свет фар от нашей машины сам по себе пришел в движение и обогнул гробницы. Понимаете, свет распространялся по кривой линии. Это продолжалось какую-то секунду. Но я знаю точно, что видел это. Мой водитель вдруг радостно вскрикнул и энергично нажал на газ, пускаясь в объезд этого таинственного холма и следуя направлению искривившихся лучей света. А затем возникло ощущение резкого скачка, словно бы мы пробили некую упругую переграду. Прыгнули и красные огни, вмиг сделавшись крупнее и ярче. Еще через десять минут мы уже катили по окраинной улице спящего Кунграда. Ашуров сиял. Аллах смилостивился над нами и вывел из города мертвых. Объявил он, все еще пребывая в состоянии эйфории. «Что за город мертвых?» — спросил я. «Откуда на Устюрте такое кладбище?» «Это не кладбище», — покачал он головой. «Это город мертвых. Многие попадают туда, но редко кто возвращается. Нам повезло. Видать, на то была воля Божья». И он молитвенно сложил ладони. Я взглянул на часы. Стрелки показывали пятый час утра. А я-то считал, что еще далеко до полуночи. «Выходи, мастер». Джура затормозил возле общежития, где за мной числилась койка. Мы попрощались. В последующие дни я приложил немало стараний, чтобы узнать хоть что-нибудь об этом диве. Ашуров, немного смущаясь, попросил никогда не спрашивать его об этом. Дескать, он все забыл за ночь. Вообще все аборигены, к которым я подступал с расспросами, странно замыкались, либо пожимали плечами. Хотя на любую другую тему готовы были откровенничать вполне. Бывалые водители-еврейцы, жившие в этих краях уже подолгу, были словоохотливей, но особой веры к их байкам я не испытывал. Нет, они ничего не знали. Я провел в Кунграде около полутора лет, но так и не смог даже приблизиться к разгадке тайны города мертвых. Вот что, однако, удалось выяснить совершенно точно. Во времена строительного бума на Устюрте фиксировали случаи пропажи машин с людьми и оборудованием. Мне удалось разыскать свидетелей одного такого происшествия. Случай уникальный. Бригада сварщиков работала на трубе, и у них забарахлил сварочный аппарат. Прораб распорядился привезти другой, с этой же трубы, но с соседнего участка. Отправили машину с двумя рабочими. Все езды было пару километров. Объезжая пухляк, машина скрылась за невысоким холмом. На глазах у всей бригады. Больше ее никто не видел. Искали две недели. Буквально перерыли все вокруг. Летал вертолет безрезультатно. Ни машины, ни людей, ни сварочного аппарата. А ведь там ни тайга, ни горы с пещерами, не хитроумный лабиринт. Там ровная каменистая плата, где далеко видать во все стороны. Но их не нашли.